Смотрите сегодня в выпуске. Второй год на службе у оккупантов. Крымские судьи-предатели до сих пор не уволены из системы украинского правосудия. Теракты во Франции. Представители Меджлиса крымских татар выражают соболезнования французам. Флаг преткновения. В Крыму оккупационная полиция пыталась не пустить на футбол активиста с крымско-татарским флагом. В Украине отмечают День морской пехоты. Элита вооруженных сил возрождается в бригаде черных беретов. Высший совет юстиции Украины на своем заседании в понедельник 16 ноября не смог уволить крымских судей, которые после российской аннексии Крыма перепресягнули России и уже второй год выносят решение в отношении украинских граждан именем страны-оккупанта. На этом заседании должны были быть рассмотрены дела шестерых крымских судей, у которых завершился срок пребывания в должностях. Всего увольнению подлежат 278 крымских судей, которые подозреваются в государственной измене. Есть информация о том, что в Генеральной прокуратуре была порушена криминальная справа относительно судей автономной республики Крым и Севастополя за фактами государственной враги. В отношении 278 крымских судей генпрокуратуры составлены уведомления о подозрении в госизмене, а также представления об аресте. Установлено, что эти суди вопреки украинскому законодательству и в нарушении присяги выносят решение именем России. Притом на протяжении почти всего прошлого года они скрепляли свои решения гербовой печатью Украины. Сергей Лещенко вместе с помощником уже несколько месяцев добиваются увольнения судей-предателей и привлечения их к уголовной ответственности. Направляя депутатские запросы во все профильные инстанции. Высший совет юстиции на своем заседании в понедельник должен был рассмотреть вопрос увольнения первых шестерых крымских судей в связи с окончанием срока их пребывания в должностях. Однако решение принято не было. В Высшем совете юстиции службе новостей «Волна» пояснили, что увольнение служителей Фемиды возможно только по представлению высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое они пока не получили. В Высшей квалификационной комиссии судей, в свою очередь, уверяют, что рекомендацию об увольнении крымских судей-предателей они приняли еще 10 ноября и направили документ в Высший совет юстиции. Представители Меджлиса крымско-татарского народа возложили цветы к посольству Франции в Киеве. Таким образом, они отдали дань памяти жертвам терактов, произошедших накануне в Париже. Вместе с лидером Меджлиса Рифатом Чубаровым члены представительского органа крымских татар пришли к посольству с семьями. Возложив цветы, Рифат Чубаров сделал запись в книге соболезнований посольства, а также выразил соболезнования послу Франции в Украине Изабель Дюмон, передает издание «Крым Реалии». Цветы к французскому посольству люди несли все выходные, днем и ночью. В субботу здесь побывали первые лица государства и правительственные чиновники. Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 14 ноября, в центре Парижа произошли серии терактов. Неизвестные организовали взрывы у центрального стадиона, захватили заложников и устроили стрельбу в клубе «Батаклан». Во время этих событий погибли 129 человек, более 350 ранены. Позже ответственность за атаки взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». По данным прокуратуры, террористы действовали тремя группами. Из семерых нападавших шестеро впоследствии подорвали себя, а один был застрелен полицией. Однако следствие не исключает, что у них были сообщники, которым удалось скрыться. На выходных во Франции был объявлен национальный траур, который завершился в понедельник, 16 ноября. Сотрудники оккупационной полиции в Крыму пытались препятствовать крымско-татарскому активисту Зайру Смедляеву присутствовать на футбольном матче за приз дважды героя Советского Союза Амитхана Султана с национальным флагом крымских татар. Матч был организован Меджлисом и посвящен 95-летию со дня рождения Амитхана Султана. Как заявляет Смедляев, когда он пытался попасть на трибуны матча, полицейские стали интересоваться, нет ли у него запрещенные в России символики. Мы с Крымским татаром нету и не есть запрещенных в мире. А остальные в России? А это не моя проблема. Я вот пришел, я крымский татар. Я люблю свой народ. Я люблю свою родину. Я люблю свой национальный флаг. Я его взял. По мнению полицейских, активист вместо крымско-татарского национального флага должен был принести с собой российскую государственную символику. На что Заир Смедляев предложил им составить в отношении него административный протокол. Однако предупредил, что будет оспаривать его в суде. В итоге работники полиции удалились, а активист смог пройти на футбольные трибуны с флагом. В Украине второй год отмечают новый праздник – День морской пехоты. После выхода из Крыма на базе тех черных билетов, которые остались верными присяге, была сформирована первая бригада морской пехоты имени Константина Ольшанского. Сейчас морпехи несут службу в секторе М, обороняют Мариуполь. За время АТО элита вооруженных сил потеряла десятерых бойцов. Морпехи были среди оборонявших Донецкий аэропорт, были и в Иловайске. Всего на день для участия в ритуале памяти в Киев прибыли из боевого дежурства несколько морпехов – 501-го отдельного батальона. До оккупации Крыма они несли службу в Керчи. После аннексии Крыма 64 носителя черных билетов вышли на материк. Двое впоследствии уволились. Остальные сейчас воюют за Украину. День памяти погибшим отдает и ставшей легендой. В Крыму майор, экс-заместитель командира 501-го отдельного батальона морпехов Алексей Никифоров. В стране он стал известен после того, как в марте прошлого года, когда воинские части в Крыму окружили российские военные, в прямом эфире канала «1 плюс 1» обвинил бывшего тогда исполняющим обязанности министра обороны Игоря Тенюха в отсутствии внятных приказов. Тогда российские каналы получили от Никифорова урок того, как военные остаются патриотами Украины. Владимир Владимирович, сам того не желая, сделал неоценимую услугу Украине. Тем, что, во-первых, он однозначно объединил нацию. А ты из Львова или кто-то по происхождению? Я вообще с Вятки. Я вятки. Западынец. Я россиян. Кировский я. А, вятка. Кировский я. Вятка. Алексей Никифоров остается в рядах украинских морпехов. Учится в Национальной академии Минобороны. Оглядываясь на крымские события, ни о чем не жалеет. Считает, те, кто остались верными присяге, все сделали правильно. Однако уверен, случись противостояние сейчас, все было бы совсем по-другому. Тогда, по его словам, не все бойцы видели в российских военных врагов. Теперь взамен оставшимся в Крыму морпехи доукомплектованы новыми бойцами – патриотами. Так вот, те морские пехотинцы, которые остались там, они получились, что они зрадили два раза. То есть, они зрадили военные присяги украинскому народу и зрадили самому морской пехоте. Они давали клятву морскому пехотинцу. И именно поэтому, вчера и позавчера, даже на передовой, там, в Мариуполе, там, в секторе, у нас была клятва морского пехотинца, новых мобилизованных. То есть, сам соблюден этот ритуал, посвящение морской пехоте. Тому, я думаю, что мы возродим и создадим такую морскую пехотинцу, которая будет, такую морскую пехоту, которая бы гордилась не только от державы, но и во всем свете, чтобы смотрели на нас изгодность. Никифоров уверен, украинским морпехам еще предстоит возвращать Крым. Солидарны с ним и его коллеги. Но сейчас для них главное – отстоять Мариуполь. В день морской пехоты элита вооруженных сил получила особый подарок. Теперь у черных беретов есть своя песня. Ее презентация состоялась сегодня, в профессиональный праздник. И фармой, и кафой, и синопом, и очаковы, и леют кости наших врагов. Від війська сапорізького, онлук и сагайдачного отримали знамена наших днів. Бо не скидались голови під черными беретами, що залишались вирними завжди. И знают мечи с яхорем, и знают крила сокола, и в море, и в небе, и на земле. И знают мечи с яхорем, и знают крила сокола, и в море, и в небе, и на земле.